Ханты-Мансийский водоканал стал одной из лучших управляющих компаний страны. Определены итоги всероссийского конкурса лучших практик. Лучший двор, лучший дом. Предприятия столицы Югры и ее жители признаны пятикратными призерами. Всего к участию поступило более 5000 заявок из 82 регионов. В числе лидеров проекты от ханты-мансийских многоквартирников по улицам Ледовая 3 и 7, Мира 51, Конева 18. По последнему адресу, кстати, живут самые дружные соседи по признанию жюри. У них же самый лучший подъезд. Первую партию оборудования для новой фильтровальной станции доставили в Нефтьюганск. Все приборы отечественного производства, водомерные узлы и модули интенсивной аэрации и дегазации установят в цехе. Всего же здесь будут размещать пять десятков фильтровальных установок. На станции уже выполнено более 30% работ. Ее планируют ввести в эксплуатацию в феврале 2023-го. Следующее оборудование будет идти уже в сентябре, в конце, вполне возможно, но в начале октября. То есть оборудование будет сейчас постоянно подходить с тем, чтобы комплектовать. Потому что мы по плану в феврале месяцы должны закончить работы. Ну и плюс еще 2-3 месяца. Это у нас пусконаладка. Отлаживание технологических процессов. Рабочая встреча с руководством компаний ЮТЭК «Региональные сети» и ЮТЭК «Пытьях» началась с обсуждения актуальных вопросов в администрации за круглым столом. Далее делегация отправилась на территорию водоочистной станции, чтобы воочию оценить готовность объекта. Сегодня мы оценили ход строительства объекта в очередной раз в ОС-3. И, конечно, мы заинтересованы снять все риски, которые возможны по подаче электроэнергии с нового объекта. У нас и в данном случае ТП старое находится на этом объекте. И сегодня построено новое ТП. Мы сейчас проговариваем мелкие детали, для того, чтобы этот процесс не затянулся на длительное время, а уложиться в определенные сроки, как мы говорим, сентябрь-октябрь, вместе для того, чтобы снять все и в сентябре, второй декаде выйти на ПНР, на пусконаладочную работу. В ходе встречи обе стороны достигли нужных договоренностей. Подключение будет обеспечено. В дальнейшем старую электроподстанцию отключат и демонтируют. Затем подключат новую, мощность которой в три раза выше. В этом году планируем запустить ВОС-3, водочная насосная станция города Патьяха. Получается, вот здесь у нас остались пусконаладочные работы. Как мы видим на улице, все благоустройства выполнены 95%. В принципе, мы через неделю заканчиваем. Ждем представителя Ковитон, это поставщика оборудования. У нас срок сдачи 31 октября. К этому сроку мы будем стремиться. То есть здесь у нас, в принципе, как вы видите, осталось только уложить плитку. И, в принципе, закончить стыковку межсекционных позиций по оборудованию. Я думаю, к 31 числу будем нажимать кнопку и запускать объект. На сегодняшний день готовность объекта оценивается в более чем 95%. Процесс благоустройства также на стадии завершения. Произведена укладка дорожных плит, установлены бордюры. Подготовлен грунт для зеленых насаждений. Одно из важных для Белоярского района предприятий отметило полувековой юбилей. На Казымском линейном производственном управлении магистральных газопроводов сегодня трудится свыше 500 человек. К недавнему профессиональному празднику нефтяников и газовиков компания подошла с хорошими показателями. План капремонтов оборудования выполнен более чем на 70%. Готовится к периоду пиковых нагрузок транспорта газа. В основном это работа, входящая в состав планово-предупредительных ремонтов компрессорных цехов, ГРС, ГРС городской, ГРС городской электростанции, техническое обслуживание, текущий ремонт основного вспомогательного оборудования, проверка резервных аварийных источников электро- и водоснабжения, устройство территорий, покраска оборудования. Мы, независимо от сезона, продолжаем работу по повышению надежности нашей газотранспортной системы в соответствии с комплексным планом и графиком. Здание амбулатории в Таёжном, построенное два десятилетия назад и изрядно обветшавшее за это время, сегодня активно приводится в порядок. Снаружи здания заменена кровля, обустраивается и прилегающая территория. Внутри также кипит работа. Полным ходом они идут на первом этаже. Устанавливается новое сантехническое оборудование на втором. Кроме того, в здании полностью проведена замена систем водоснабжения и отопления. Вот у нас здесь электрики запрещено. Есть горячая холодная вода. Есть все. Горячая вода. Регулярные проверки объекта на предмет объема уже выполненных работ для главы Таёжного и главного врача Пионерской районной больницы – дело принципа. Амбулатория крайне востребована населением, а потому завершить все ремонтные работы необходимо как можно быстрее. Констатируем, что второй этаж фактически на сегодняшний день работы завершены. Таёжная амбулатория преобразилась. Конечно, мы весьма рады. Конечно, сроки – это самый сложный момент. Здесь множество факторов играют роль, в том числе и перечень работ, перечень корректировок, которые возможны в процессе строительства. Мы со своей стороны продолжаем активно обеспечивать контроль совместно с общественностью поселения. И надеюсь, что данная работа у нас во взаимодействии всех заинтересованных сторон завершится в кратчайшие сроки. Как отметил главный врач Пионерской районной больницы, капитальный ремонт амбулатории обеспечит качественно новый уровень оказания медицинских услуг населению. Естественно, что, во-первых, я хочу сказать всем жителям Таёжного, что нужно немножко еще набраться терпения. Прием будет осуществляться, но уже только в новом отремонтированном здании. Естественно, что здесь мы продолжим всю эту нашу работу, что касаемо и диспансеризации, и вакцинации, то, что сейчас актуально, то, что сейчас необходимо. Это все решаемо, это все возможно. Естественно, что и аптека будет опять в этом же здании. Все будет хорошо. Капитальный ремонт амбулатории Таёжного продолжается. На сегодняшний день подрядной организацией объект обеспечивается всеми необходимыми материалами и оборудованием для дальнейших работ. Игорь Скворцов, Владимир Борчин, телеканал «Первый Советский». Для каркатиевцев выборы этой политической событий просто праздник. Голосовать идут дружно и к своему выбору подходят очень ответственно. Тем более, когда в поселке есть все для комфортного проживания. Любовь Леушина живет здесь недавно. Она сначала приехала из Свердловской области в гости в Каркатиевы, а потом решила переехать сюда. Поселок очень понравился. Очень понравился. Тихо, спокойно. Для детей очень хорошо здесь. Все прям площадки. Ребенок у меня просто без ума от вашего поселка. Около каждого дома площадка. У нас, конечно, такого не то. Садик очень хороший. За несколько лет здесь построено 4 жилых дома. Детский сад, парковая зона. Достраиваются водоочистные сооружения. Но работа на этом не заканчивается. У избранного главы еще будет много задач. На сегодняшний день еще в Каркатиеве не закончила программа по переселению из аварийного жилья. В нашу команду нефтьюганского района, которая всегда славилась и была сильной, вольются новые кандидаты, новые участники этого процесса. Процесса именно развития нашего района, развития поселений. Думаю, что люди правильно выбор сделают. Потому что кого они выбирают, они их уже знают. И не один год, они вместе здесь живут, вместе работают. Поэтому, а молодежь я поздравляю. Сегодня вот сейчас ребята подходили, герои выбора у них, их поздравили. Пятеро молодых людей пришли на избирательный участок впервые. Для них постарались сделать этот день незабываемым. После голосования общее фото на память. Это большая ответственность, потому что выбираем будущее. Меня в поселке все устраивает. Больше пока никуда не тянется. И тут хорошо. Я тут родился и пока собираюсь тут жить. На улице в это время торжественно открыли доску почета. На портретах люди разных профессий. Учителя, пожарные, работники линейной станции. Среди лучших есть и старшеклассники. Александра, она отлично учится, состоит в поисковом отряде, активно вовлечена в жизнь родной школы. Для меня это большая честь, висеть на доске почета, так как я скоро уезжаю. Для меня это очень грустно, потому что это мой родной поселок. Родители, конечно же, были очень рады, очень гордятся мной. Заслуженный педагог Галина Захарова более 30 лет отдала родной школе. За эти годы выпустила 10 смен малышей. Не жалею, что в начальных классах, потому что мне ближе они были. С ними можно, знаете, творить все. Они всему верят. Они наивные пока. Фантазии предела не было. Поэтому я работала там. Говоря о выборах, по словам председателя избирательной комиссии, в поселке все проходило без нарушений. Каркатеевцы активно шли на голосование в течение всего дня. Для людей с ограниченными возможностями здоровья была организована выездная избирательная комиссия. Уже подведены и озвучены предварительные итоги голосования. За действующего главу Альберта Архипова отдали свои голоса 94% жителей Каркатеевы. Врачебная амбулатория стала первым пунктом рабочей поездки Натальи Стрибковой в Зеленоборск. Почетного гостя сопровождали глава района Евгений Буренков, руководители структурных подразделений район-администрации и главный врач советской районной больницы. Все наши подразделения, поэтому на любом компьютере любого врача мы можем записать в любое подразделение, в любом месте, к любому специалисту. Очень хорошее решение. В ходе визитов в медучреждения были осмотрены оборудованные современной техникой кабинеты. Правозащитнику рассказали о режиме работы амбулатории и о перечне оказываемых услуг. Как работает амбулатория, мы посмотрели прекраснейшие условия для организации, как для организации труда медицинских работников, так и для жителей Зеленоборска в получении медицинской помощи, в оказании экстренной медицинской помощи. Условия прекрасные. Визит в Зеленоборскую школу начался с экскурсий по классам и рекреациям. Омбудсмену показали, в каких современных и комфортных условиях обучаются школьники, какие возможности созданы в учреждении для занятий по дополнительному образованию. После чего состоялся круглый стол, на котором представители районной сферы образования и Наталья Стребкова обсудили ряд актуальных вопросов. В частности, речь зашла о дистанционном обучении. Подводя итог посещения амбулатории и школы в Зеленоборске, Наталья Стребкова дала положительную оценку деятельности учреждений как в правовом поле, так и в организации учебного процесса. При этом отметила, что совершенствованию в работе нет предела. Когда мы общаемся с педагогическим сообществом, мы говорим о запросах родителей, которые выражают озабоченность введением дистантного обучения, дистанционных технологий, обучения с применением электронных ресурсов. Есть еще над чем работать. Повышением уровня квалификации, укреплением материально-технической базы, оснащенности программ. Одним словом, мы сегодня говорим о трансформации обучения, о активном применении информационных ресурсов, в обучении электронных ресурсов. Мне было приятно услышать, что каждый педагог прошел специальную подготовку и активно использует по всем предметам, в полном учебном плане, использует их применение, так же, как и электронных ресурсов. Программа визита правозащитника Наталии Стрибковой в Зеленоборск завершилась приемом граждан по личным вопросам. Амбусмен дала ответы на все заданные жителями поселения вопросы социально-правовой направленности. Игорь Скворцов, Артем Крюков, телеканал «Первый Советский». Детсадовцев Кандинского района приобщают к новой учебной традиции. Каждая неделя теперь начинается с церемонии поднятия государственного флага. То же самое для школьников и студентов. Почетное право предоставляется воспитанникам, которые показывают хорошие результаты в учебной, спортивной, творческой деятельности. Также ребята учат гимн России. Поднятие флага у нас проходит в музее патриотического воспитания. В музее у нас есть две зоны. Это зона государственных символов Российской Федерации, как официальных, так и неофициальных символов. Еще зона у нас есть, это краеведческая. Здесь представлена информация про Кандинский район, про Ханты-Мансийский автономный округ. О гражданственности, правах и обязанностях граждан своей страны сегодня ведет разговор Евгения Комиссаренко со студентами Югорского политехнического колледжа. Ребята такой диалог поддерживают и активно присоединяются к обсуждению. Начиная с сентября разговоры о важном станут постоянными во всех образовательных учреждениях наряду с еженедельной церемонией поднятия государственного флага и прослушивания гимна России. Тема эта очень действительно актуальна в настоящее время. Разговор с подрастающим поколением о ценностях, о направлениях жизни, о будущем и о настоящем, о прошлом должен вестись постоянно. В нашем городе эти мероприятия проводятся уже с 5 сентября. Я попала в 6 школе, участвовала в церемонии поднятия флага и затем пообщалась с 11 классами. Разговор очень простой и очень сложный одновременно. Мы говорили о гражданственности. И сегодня в Югорском политехническом колледже я эту же тему подниму и обсужу с ребятами. Спикерами внеурочных занятий для школьников и студентов станут как представители депутатского корпуса, так и другие гости. Лидеры общественного мнения, специалисты по патриотическому воспитанию и многие другие. Так в политехе уже в эту пятницу пройдет еще одна встреча с представителями казачьего сообщества. Патриотическое воспитание – это часть воспитательной работы, которая всегда велась. Сегодня она немножко модернизируется, добавляются какие-то новые элементы, такие как подъем флага, гимн, плюс разговоры о важном. Но я думаю, за счет этого она только усилится и станет лучше. В ходе беседы ребята всегда могут задать свои вопросы или порассуждать на предложенную тему. Также школьники и студенты ближе познакомятся с общественно-политической жизнью страны, событиями в нашем регионе и городе. Всего в течение года в каждом образовательном учреждении запланировано провести 34 таких тематических урока. Татьяна Шакирова, Александр Спорыш, Югорск ТВ. В этом году 8 детей, оставшиеся без попечения родителей, получают ключи от своей первой квартиры. Новосел Александр Тарлин едва скрывает радости и волнения. Сегодня ключи от двухкомнатной квартиры юноше вручил глава Белоярского района Сергей Маненков. Мне сейчас 66 лет, у тебя 66 номер квартиры. Будешь самая счастливая семья. Девушка есть? Нет. Будет. А еще, что впереди? Только 18 лет, но тебе уже все можно. Да. У нас, пожалуйста, люди, это тебе ключи. Дети. На каком этаже, на пятом? Да. На самом этаже. Это хорошая этажа. Юноша учится на третьем курсе политехнического колледжа. В следующем году он станет дипломированным специалистом. Мастером по ремонту и обслуживанию автомобилей. После учебы планирует работать в Белоярском и получать заочно высшее образование. Глава муниципалитета поздравил Александра с долгожданным приобретением жилья и вручил в подарок микроволновую печь. Первую квартиру, которую даем, двухкомнатную сразу. Бабушка в гости придет, отдельно комната. Да. С учебой у тебя все нормально? Да, хорошо. Все нормально, да? Да. Только может надо уже там резюмеры ссылать по ТТСТ. Все. Что? Я-то практику проходила, вот это просто одно. Наверное, я буду поступать, буду вот, резюмеры положить. А как ты закончишь, куда все-таки поступать? Располоска, наверное, вот это просто. Нет, так ты поделись ты дальше, или учиться, или работать. Я-то понимаю, что сейчас получится. И учиться, и работать. Вот мне надо, я согласен, что надо поступить, работать, а потом заочно выбрать, может получить высшее образование. Работать-то пора уже, ну, 18 лет. Радость важного и значимого событий для юноши разделяют в этот день его самые близкие родные люди. Бабушка Лина Григорьевна, которая его воспитала, и младшая сестра Александра Екатерина. Я очень рада собственное жилье, и самое главное, что он вел себя, как бы поведение. Я сегодня так рада, что у моего брата появилась собственная квартира. Я думаю, что у него все получится, и все впереди. Александр вырос в селе Ванзеват, учился также в полноватской средней школе. Любит рыбалку и умеет вести подсобное хозяйство. Для благоустройства квартиры уже заказал мебель и планирует новоселье. Эмоции очень такие сложные. Я удивлен, что получил двухкомнатную квартиру. Спасибо опеке и Сергею Мельникову, что дали мне такую квартиру. Спасибо. В этом году предоставлено 8 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сегодня ключи от квартир получили уже 6 человек. До конца года еще двое молодых людей отпразднуют новоселье. Инна Бугрова, Данил Герцович из Белоярского, специально для телекомпании «Югра». Альбина Сабаева не успевает выкладывать на прилавки товар. Фермерскую продукцию из Большитархова в Излучинске знают и любят. По тому очередь за ней выстроилась еще до открытия выставки-продажи. На золотую осень мы в Излучинск привезли всю свою молочную продукцию. Молоко, творожочек, сливки, масло, йогурт и кефир. По традиции Альбина привезла и зелень, выращенную на собственном огороде – укроп и петрушку. Была на прилавке и знаменитая гигантская сабаевская капуста. Но ее моментально разобрали. Я купила укроп, петрушечку, маслечко и йогурт. Вообще блаженство, скажите. Я как увидела, думаю, ну домашняя точно. Мы те годы к ним все время подходили. Купил грибы сушеные, белые. Опята, грибы в баночках маринованные. Бруснику. Мы приехали сюда из города с моей мамой. Мы знаем, что сюда привозят очень вкусную продукцию, поэтому приехали посмотреть. Не домашняя, а лесная продукция на прилавке у Владимира Водопьянова. Здесь все, чем богата природа Нижневартовского района. Одной только ягоды предприниматель привез 400 килограммов. Сиди коросы на всех видах. Ягоды, грибы, орехи. Ягода свежая, орех свежий в виде ядра. И грибы, все дикие, которые мы смогли найти, собрать, посолить, помариновать. И варенье, которое сварили, все же ягоды. Только начали выставляться, сразу люди пошли. Ну, пришлось продавать всем желающим. Ну, куда деваться. Кленцы да прав. Весь ассортимент продукции привез и предприниматель из Излучинска Сергей Сарапын. И здесь и копченое сало и мясо, засоленная рыба, сельдь и скумбрия. Новинка производства – свиная консервированная тушенка. Перед покупкой товар можно продегустировать. Мы с собой взяли где-то, ну, тонны-полторы взяли товара, как бы. Ну, мы уже напродали, но ящиков 10 уже, как бы, точно. Керам где-то 400-500 уже продали. Мы просто, когда выезжали в первые на Розе, мы еще не знали, какой будет у нас спрос. И мы, так сказать, мы еще много раз ездили в цех, добирали еще. Сейчас мы уже, как бы, знаем, что сколько у нас людей здесь наберут. И мы, так сказать, полную газовую грузию набираем с собой очень много на товаре. Счет не на десятки, а на сотни проданных килограммов. И у предпринимателей, которые привезли овощи и фрукты, только арбузов – целый кузов. Рядом с ними ящики винограда, слив, помидоров, болгарского перца. Картофель, лук и морковь жители берут сетками впрок, чтобы хватило на долгую северную зиму. Хорошее качество и приемлемые цены. Именно за это любят золотую осень жители района. Если в прошлом году картошка была по 30 рублей, в этом году по 24. Если лук в прошлом году был по 37, по-моему, в этом году по 26. Я считаю, это очень здорово и для жителей Злучинска, и для жителей района. У кого нет удачи, кто не может вырастить, теперь могут купить по сходной нормальной цене. Купила картошку, 4 сетки, купила 2 сетки лука и сетку свеклы. Буду делать салат очень вкусный на зиму со свеклы, просто замечательный. А потом только несколько картошек в кастрюлю, банку с салатом, и получается такой свекольник. Обалдеть! На золотой осени всегда большое разнообразие товаров, причем не только продовольственных. Предприниматель Светлана Колесниченко, постоянный участник ярмарок различного уровня, привезла косметику, которая производится в Нижневартовском районе. Эти виды мыла, гели для душа, шампуни и кондиционеров для волос приобретают покупатели всей страны. Товары бренда Тайганика реализуются в крупнейших российских косметических сетях. У нас несколько новинок, и одна из таких интересных – это морская соль с шиммером. Очень необычный продукт. Шиммер, перламутр дает необычное мерцание. Я думаю, что к Новому году это будет вообще очень интересный продаваемый продукт. Оно дает необычное мерцание в воде. Выставки продажи «Золотая осень» прошли в Ваховске, Новоаганске и Излучинске. По словам жителей, это хорошая ежегодная традиция, благодаря которой каждый желающий может заготовить на зиму необходимые продукты.